Если быть точнее, по сути, после Нового года не очень получилось у предыдущего специалиста. И, как в том же чемпионате Испании или Италии, на данный момент Барселона первая после 32 матчей имеет 70. Видаль и потеря. Училийца, но нет, все-таки он выиграл с мяч. Месси набирает ход, смещается в центр. Матч предыдущего тура, об этом ярко, наверное, сообщил поклонникам Барселоны. Играли они против Уэски на выси в касании на Видаля. Но здесь здорово Лиоренто играет и нарушает правила на третьем номере Соседана Артура Видаль. И хочется поговорить, где Лиоренто, о чем-то то ли с арбитром, то ли с самим Артуром Видалем. Но, по-моему, сюда поближе, на свое половину поля, для того, чтобы сделать вот такую вот проникающую передачу. В этот раз она не получилась. Мяч дошел именно до главного тренера Барселоны. Развернул соперника. Штрафной мяч на положении вне игры, по-моему, был Усенедо. Да, фиксирует его арбитры. Есть Хуанми, но пока Рособаль не ускоряет атаку. Хорошая передача от бразильца вперед на Хуанми. Но не по-моему. Обычно с своим соперником спокойно через короткий пас из своей штрафной выходит. Здесь достается Луису Суаресу и он назначается штрафной. В случае с Барселоной это всегда опасно. Лионель Месси, наверное, в данный момент Суаресу мяча, разбег аргентинцев, удар попадает в стенку. Эту историю мы уже видели не единожды, когда кто-то из футболистов ложится сзади для того, чтобы не пробили под стенкой соперники. Ну, в общем, Месси разворачивается аргентинец. Не успел. Врезается в него Мерина и назначается штрафной удар. В динамике показалось, что ничего не произошло, а это даже сразу желтая карточка. Но судя по тому, как Месси держится за ногу, вполне возможно, что Микель Мерина наступил ему на ногу шипами. Мы сейчас посмотрим повтор и разберемся в этой истории. Нет, просто он его вызвал в Сити, но там толку не изыграл. Но вот здесь Рулия здорово играет уже в свою очередь обрубка. По сути, в Сити, Рулия так и не сыграл. Вернулся он в Сан-Себастьян и продолжает радовать. Бор, Джозе и тут же в касании Бардо запускает мяч вперед и обращается к арбитру. Говорит, что на чемпионат, наверное, чуть тяжелее настраиваться в Барселоне. Тем более, что отрыв есть. Здесь игра рукой была абсолютно точно в исполнении Судьбе. 18-18. Потеря мяча. Да, действительно, очень много за эти 20 минут. Болисты ошибаются. Здесь Артур Гидаль. Решает правила. И причем в динамике казалось, что прыгает он довольно-таки жестко. Этого несколько лет не получалось в Барселоне именно на эти побеждать. Здесь хорошая передача от Семедана Суареса, но Херонима Рулия выходит. Ну, а Аль. Мерино. Хороший заброс вперед в направлении Хуанмия. Убежит. Здесь Марк Андрей Торштеген здорово выходит из ворот. И подстраховал он свою оборону. Ракетич. О, хорошая передача на Ракетич. Обратно на аргентинца. Видаль. И здесь нарушение правил. На 26-й минуте. Артур Видаль оказался на газоне. Игорь Норренте, по-моему, нарушал эти правила. По крайней мере, он первым пришел к арбитру пообщаться. Три. Разбег. Тар. И не попадает в Сторли. Леонель Месси, пожалуйста, самый опасный момент в этом матче на 27-й минуте у нас есть. Вот еще раз посмотрим. Вроде бы контролировал Херонима Рулия полет мяча. Айрас Абаль вновь завел позицию под стенкой. Видаль. Мяч для Месси доставит. Месси забрасывает. Но слишком сильно для Артура Видаля. Так-то обыграл Мерину. Получил обратную передачу от Суареса. И здесь здорово играет Рулия. Но за несколько минут Барселоны два-три раза угрожало воронам. Здесь оказался на газоне, по-моему, это было Ракетич. Сварка Андрета Штеггена. Подача. В Пике. Выше всех выпрыгнул. Альго на подборе. Да. Подключил Муниоса. На фланге подача в штрафную. Здесь вновь Пике выше всех выпрыгивает. И, конечно, Хуанми во втором ключе. Заброс. Хуанми удар. И Марк Андрета Штегген спасает свою команду. Аклеман Ланглем мешает. Вот добивание, по-моему, это был Хосемсальдо. Уже вторым темпом атаковал. Сейчас мы посмотрим на повторе. Давайте смотреть. ИС-7. Рядом есть Ракетич. Месси смещается в центр. Бьет. И забирает мяч Херонима Рулия. Ну вот. 38-я минута. Первый удар. Альне доходит до него мяч. И вот сейчас Альба на фланге. Ищет Месси. Прострел. И здесь здорово играет Элустонду. Потому что он отвлек. Внимание Луиса Суареса. Кат ищет Адресата. Прострел. Какая шикарная передача на Альбу. Суарес. Удар. И Херонима Рулия спасает свою команду. Ну и здесь. Рабоной Луис Суарес не смог. То ли пробить. То ли выполнить передачу. Как же Месси здорово. Играет в штрафной. Посмотрите. Раз. Понимаете. Аэрособаль на фланг. Здесь Альба. За льду падает. Взывает к арбитру. Но нарушение правил не зафиксировано. Аэрособаль на правах капитана. Что-то обсудил. Птич на фланг. Альба с Дембеле не разобрались. Кто будет обрабатывать мяч. А вот шикарный заброс на Суареса. И вынудил он сыграть. Борис Суэлу стонду в этот мяч. Руи подача от Дембеле. Удар. И пожалуйста. Климан на Англии. 45-ая минута. Последняя минута первого тайма. Открывает счет. Казалось не создает Морселона момент. Не получается. Возможно у них игра. По мнению болельщиков. Собравшихся на компноу. Но стандарт. Подача от Дембеле. От Лионеля Месси. И Климан на Англии. Перевисел здесь. Двоих по-моему Айреса Баля. И Мерино. И Альфредо Родригес. Безерный. Алехандро Мунис Руиз. Состав Барселоны. В воротах первый номер. Маркетник. Против Семедо. Передача назад. Пардо. Заброс штрафную. Удар. Твилиан Жозе. И не тот. Сальдо. Передача на Жозе. Подача. Пробил поворот Майреса Баль. Но не точно. Тяжело ему было в этом эпизоде. Пробить. Учитывая, что висел у него на ключах. Жерар Пикет. Это странно. Вот Месси с мячом. Передача на Дембеле. Прострел обратный. И здесь здорово играет Лустон. В Месси включается. Чезабросная Расабаля. Но есть. Ганди Кап. У Терштегена. Здорово ставят корпусы. Еще и роняет капитана. Соединение с антибастянцем. Дает угрозу Пардо. Бьет. Рикошет. И Терштеген спасает свою команду. На подборе первый Жорди Альба. Дембеле. В Англии. Куда вперед. Униос. В касании пытался. Монеж доставить пять. Здесь здорово играет Пикет. Просто образцовый показатель. Всего из каталонца. Подача. Видаль первый на мяче. Удар. И не получился удар. Как раз все у того же Фуэнтеса. Ну что ж. Перед аргентинцем. Передача не точная. Но отскок на месси. Он будет бить аргентинец. Наверняка. Но не успел. Льоренто. Здорово выбивает мяч из-под ног. Раз у четверых футболистов Барселоны. И гол. Пожалуйста. И такое случается. Ошиблась. Барселона. И Фуамис забивает на 62-й минуте. Казалось, ничего там не предвещало беду. Растерянный Марк Андреторштейген. Не очень он понимает, как же так произошло. Ну и Фуамис забивает. Забивает во втором туре подряд. А всего это пятый мяч для него в дынешнем чемпионате. Дайте еще раз посмотрим. Вот Айра Собани. Прожимали. Передача назад. Ну здесь, пожалуйста, проникающий передат. И обратная передача на Альбу прошла. И может бить Жорди. Удар. И 2-1. Очередная. Шикарная атака в исполнении связки для Альбеси с Жорди Альб. Мы привыкли, что в основном именно защитник голевые передачи делает на аргентинца. Но и обратная история тоже, в общем, не редкая для игр Барселоны. Альбес забивает и выводит вновь Барселону вперед. Второй мяч его в нынешнем чемпионате. Давайте смотреть. Увидел. Альбес сместился. Все ждали от нее передачи. Правая нога. Чина уруглается. Выход 1-1. Положение вне игры уже зафиксировано. Флаг поднят. Пробил Суарес. На положение вмещается. Передача начинится. Есть дальше Дембеле. Удар в касание. И не попадает в угол ворот Усмар Дембеле. Момент. Тут пока немного. Еще одна история, касающаяся Сергио Бускетца. В свое время...